Кто-то на стриме говорил, что на карте всего лишь 7 видов оружия, но это не так. С вами Стерн и это обзор на все оружие с карты Буак. Ну и стартуем мы по порядку. ID 25459 Lead Pipe Shotgun. Дресня, сделанная из обычной трубы местным сварщиком дядей Валеры. Обладает скудной дистанцией в 20 единиц. Конская отдача, в качестве патронов юзает батарейки. Кстати, может нанести урон владельцу, если стрелять впритык либо в землю. Урон по игрокам составляет 80 единиц, по животным и зомби 120. Чем-то напоминает базуку из раста. И здесь есть несколько предметов, которые, собственно, напоминают раст. Я об этом буду говорить не раз. Следующая пуха это Мастер Кей. ID 25460. Заряжается бакшотами, внешне выглядит плохо, а проработка просто зашкаливает. Прям как на ванилке. Анимация мое почтение, действительно выглядит круто. А вот как он должен стрелять, если отверстий нет. Ладно, это я прикапываюсь. Дистанция составляет 60 единиц. Урон по игрокам и зомби 40, по животным 100. Дробаш он и в Африке дробаш. Далее идет его обрезанная версия. Это сейф оф Мастер Кей. ID 25461. А здесь чуть подрезали ринжу, ну естественно, он же коротыш. Дистанция теперь 40 единиц. Урон по игрокам и зомби 40 единиц. И, конечно же, 100 единиц по животным. Обрез как обрез. По характеристикам также. Дальность чуть меньше. Анимация на уровне. А вот проработка еще хуже. Далее идет зубикнаков. ID 25462. Ну, как и на всех пухах, здесь практически не будут отверстий. Ладно, калаш сам по себе выглядит неплохо. Дальность 500 единиц. Урон 33. По зомби 99. По животным 43. Небольшая скорострельность. Отдача терпимая. Ну и где есть зубикнаков, там есть игл фаер. ID 25463. Дальность также 500 единиц. Урон уже почему-то 40 единиц. По игрокам. По зомби 99. И по животным 40. Тут уже не буду комментировать. Типичная иглуха. Только с другой внешностью. Найт райдер. ID 25464. Ну, в целом ничего необычного. Дальность, как обычно, 500. Урон по игрокам 30. По зомби 99. Животным 37. Не знаю, че докопался до отверстий. Мапа же себя позиционирует как ванилка. Поэтому переходим к следующей пухе. Тейврайтер. ID 25465. Внешне очень понравилось. Можно взять во второй слот. Очень быстро берется в руки. Собственно, как и все пухи. Стрельба очень приятная. Почти как с ППШ на раше. Дистанция составляет 125 единиц. Урон по игрокам. 23. По зомби 99. По животным 33. Пока что единственное, что мне зашло. Кобра питон. 25466. Тупо ревикс ванилы. Чуть-чуть поприятнее. Самое интересное, это характеристики. Какого хрена здесь дальность 500 единиц? Урон по игрокам 50. То бишь, две хорошие к плюхе. И враг откидывается. По зомби 99. И по животным 60. Дистанция, конечно, убивает. Но ладно. Варден. 25467. Такой же ревик с интересным цветом. Характеристики практически такие же. Только урон по игрокам и животным 30. Характеристики. Оукбир. ID 25468. Какой-то недокольт. Только с магазинов на 17 патронов. Дистанция 5500 единиц. Урон по животным. Игрокам 32. По зомби 99. Видимо, всем пистолетом решили влепить хорошую дистанцию. А че нет? Ствол же у пистолетов длинный, как у винтовки, да? Эвенджер. ID 25469. Никаких отличий от недокольта. Тот же свифт в магазин, тот же звук, та же дальность. Только уже урон по игрокам и животным 24. По зомби 99. Максимальная шляпа. Джимми, Рифл, Райфл. Короче, по херу. ID 25470. Интересный дизайн. 5 патрончиков. А значит, это какой-то аналог Шофилда. И действительно, для меня это очень приятная вещь. Топ пуха для отстрела кепа, как говорится. Дистанция 500 единиц. Урон по игрокам 99. А значит, плюха в голову уничтожает сразу. Урон по зомби 125. По животным 250. Однозначно лайк. Тимбервульф. ID 25471. Пожалуй, одна из любимых моих пух на раше. Как по мне, изменений тут не особо много. Как обычно, оружие быстро берется в руки. По дефолту магас на 6 выстрелов. Само по себе оно не рейдит, как на ваниле. Дальность составляет 500 единиц. Урон по игрокам 99. По зомби 125. И животным также. Грызли. ID 25472. Что это такое? Выглядит внешне неплохо, если смотреть от первого лица. Анимация мое почтение. Как обычно, не рейдит. Про рейд я скажу чуть позже. Имеет 10 патронов вместо 5. Дальность составляет 500 единиц. Урон 125. То есть тут уже любая плюха нормально так заходит. По зомби 199. По животным 125. Убойная пуха, но очень шумная. Хотя какая разница, если враг киснет с одной плюхи. Спад кэнон. ID 25473. Ого. Пуха, у которой уже есть отверстие. Забавная пародия базуки. Для нее нужна горячая картоха, в которой мы видим шашку динамита. ID 25534, кстати. Оставлю в магазины, IDшники к магазинам в описании. После оружия. Поэтому можете заглянуть и посмотреть. Урон 100. По объектам и структурам 250. Для примера березовый фундамент коцается примерно на 4%. Что такое себе. Но не забываем, что хп здесь отличается. Плюс дефицит рейдовых вещей. Ну а в плане нанесения урона по зомби такое себе. А так вещь достаточно забавная. Ну и зачекаем разные виды луков. Wooden Bow. То бишь деревянный лук. ID 25474. Лук, который можно поместить во второй слот. Интересно. Правда почему иконка выходит за границы, будто это корявый мод из мастерской. И так вот здесь со многими вещами. Особенно с оружием ближнего боя. Ну да ладно. Так он выглядит неплохо. Такой же приятный как ванильный. В плане прицеливания. Дистанция составляет 145 единиц. Урон 60 по игрокам и зомби. По животным 120. То бишь для охоты очень неплохо. Далее идет у нас уже костяной лук. ID 25475. Уже интересный внешний вид. В остальном аналогичен деревянному. Видно, что они сильно заморачивались. Дистанция также 145. Урон на десятку выше. То бишь 70 по игрокам и зомби. А вот по животным уже 160. Далее идет охотничий лук. ID 25476. Внешний вид неплох. Также корявая иконка. Натягивается чуть дольше. Отличие в уроне. 80 по игрокам и зомби. А вот по животным почему-то меньше. Всего же 140 единиц. Интересно. Кроссбоу. Ну то бишь арбалет. ID 25477. Хороший внешний вид. Вопрос конечно имеется. А как целиться? Что это за мушка какая-то стрёмная? Вообще неудобно. Ладно. Что там по характеристикам? Дистанция 250. Урон по игрокам 90. По зомби 120. По животным 190. Ну и последнее это Сентриган. ID 25651. Здесь аналогично как на Ариде. То бишь мы уже можем в руки взять. Но использовать не можем. Это обычная сентрюха на 255 патронов. Стрелять с руки как я уже говорил не получится. И дистанция составляет короче 200 единиц. Урон по игрокам 25. По зомби 99. И животным 80. В целом здесь я уже добавить ничего не могу. Как я обещал в конце добавляю информацию по поводу рейда. У многих могут возникнуть вопрос как рейдить. Понятно что стихи мы отметаем. Мы говорим сейчас об оружии. Есть такой тип патронов как разрывные. Типа вот раста. Я же сравниваю с растом очень много. И вот здесь решили такую фишку сделать. Что рейдить можно с помощью разрывных и сих. Разрывные тратят на самом деле очень мало здоровья у стенок. Я заметил лучше побольше площади бить. Чтобы больше урона носить. Поэтому как-то так. Все айдишники с этими патронами. Пометка explosive. Я оставлю в описании. Все будет в описании. Также пробегусь немного по оружию ближнего боя. Его здесь было добавлено намного больше. Конечно есть повторения по типу копье. Потом копью нож приделан. Потом другой нож. Вот мы сейчас видим здесь много всяких ножей валяется. Нет. Оружие ближнего боя оно конечно интересное. Особенно когда вот есть грабли. Это топ за свои деньги. Ну и конечно же швавра. Все. Без этого бы карта была бы вообще дно. Также из интересного есть такой дрезубец с вилками. Большой гаешный ключ. Ну и конечно же есть такой вот интересный экземпляр. Стыренный по ходу с раста. Часто попадается в бочечках. И топор рядом с ним лежал. Думаю на этом стоит заканчивать. Урон наверное не буду выводить. Оружие ближнего боя. Потому что особо смысла наверное не имеет. С вами был Астерн. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Подписывайся на канал. Обязательно. Оставляй комментарии, лайки. Чтобы видос пробивал алгоритмы ютуба. Пока. Ну и думаю нужно пояснить по поводу перчаток. Я увидел вот такой забавный комментарий. Да, правильно их действительно таскать вот так. Но я разбирал бензонасос. Вот эта всякая херня может разъесться и попасть в бак. Это раз. И самая главная причина, почему я наоборот их таскал. Это тактильность. Потому что когда ты вводишь вот так. То собственно ввозюкаешь вот этими пупырками. Ты не чувствуешь ничего. А мне нужно было, чтобы я чувствовал, что я беру. Поэтому я надевал перчатки наоборот. Поясняю для того, чтобы не было вопросов. Чтобы Николай Гэтсби не снимал видеоролик. И у него не было аргумента о том, что Эстер снимает гайды. Но не знает как пользоваться перчатками. Поэтому я отвечаю на этот вопрос. Как бы это смешно не звучало. Ну а вдруг. Что по проделанной работе. У нас сделана наконец-то дверь. И уже подготовлена к покраске. Именно поэтому здесь все пыльно. Это сразу отвечая на вопрос. Потом, где мне въезжал чел на этом микроавтобусе. Крыло уже сделано, варено. Ну и собственно, где мне таксист заезжал. Тоже все сделано. Заезжал мне вот этот угол. Это вообще от другой машины стоит крыло. Мы его подогнали. Поэтому все заебись. Четко.